Используем резины для качественной нагрузки ног. Особенно это подойдет тем, у кого проблемы с поясничным отделом, чтобы исключить верхнюю часть. Для этого нам понадобится пояс и резиновая петля. Не берите сильно жесткую, средненькой будет достаточно. Итак, одели пояс, продел дерган так, чтобы было одинаково длиной. Фиксируем нога. И основной вариант тренировки готов. Итак, как видим, в районе поясничного отдела вся нагрузка и ниже. Таким образом, верх мы полностью исключили. Хотя, кажется, нагрузки особо нет, но это только кажется. Самые простые действия, которые мы здесь можем выполнять. Во-первых, это ходьба, как будто мы через что-то перескупаем. Вперед, назад, в сторону. Вы уже сразу ощутите, это давление, как при ходьбе по ступенью, уже достаточно хорошо пригружает. Таким образом, походив туда-обратно, между подходами к какому-то упражнению на ноги вы уже подготовили. Следующим вариантом, это, конечно, приседания. То есть, здесь у нас совершенно исключен верх тела, нагрузка ложится четко на ноги. Также здесь мы можем добавить наклоны. Кажется, что нагрузки вращения нет. Однако, если вы попробуете сделать раз 30, очень даже прочувствуете. И можно это уже объединять в целый комплекс. Например, пройти 10 шагов, сделать 10 приседаний. 10 шагов, 10 приседаний, 10 наклонных. Так, метров 400 пройдете, уже ощутится радость в ногах. Кроме всего прочего, этого можно добавить к работе с гибкой. То есть, делать те же махи, приседы, наклоны. Все это поможет вам увеличить нагрузку именно на ноги. Если же говорить о качественной нагрузке в специфических движениях, здесь мы можем уже прорабатывать перемещение вперед, назад, в сторону, нырочки. Уже будут грузиться ноги. Очень, очень качественно будут грузиться. Можно отработать низкие удары ногами. И тому подобное. Повышаем именно качественную нагрузку. Пробуйте, добавляйте в свои тренировки. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...